Добрый день, возлюбленный Господь, братья и сестры! К нам поступил такой вопрос, который я сейчас зачитаю и попробую кратенько ответить. «Я верующая, хотя и не так часто хожу в храм, и мне бы хотелось бы повенчаться, но муж практически атеист. Я могу настоять на венчании, он сделает это ради меня, но я сомневаюсь, надо ли, ведь для него это будет формальность, стоит ли настаивать». Ну, фактически, те люди, которые задавали этот вопрос, они фактически сами ответили. Конечно, не стоит этого делать, потому что любое действие, тем более такое великое таинство, как таинство о венчании, оно должно совершаться по обоюдному согласию. Потому что если человек поступает к этому формально, ради того, чтобы угодить своей жене, чтобы она фактически больше не задавала этих вопросов, не настаивала на этом, это будет считаться формальностью. Потому что к таинству нужно всегда обращаться с верой, потому что любое таинство, оно совершается только тогда и будет благодатным, только тогда, когда человек на самом деле осознанно, с глубокой верой в Бога подходит к этому вопросу. Потому что в церкви не может никаких формальностей. И если вы расписаны в гражданском браке, в любом случае, ваша семья считается законной, полноценной. Но чтобы прийти к такому осознанному вопросу, нужно, конечно, прежде всего, молиться за своего мужа и подавать вообще добрый христианский пример жизни. Потому что нужно сделать так, чтобы муж сам этого захотел, и не просто ему говорить, ты должен, ты обязан, а нужно, чтобы у человека было доброе желание, которое исходит от его сердца. Потому что Господь в сердце видится, Он видит помышление сердца каждого человека. И если в человеке есть такое доброе желание, доброе намерение, то Господь, конечно, благословит любое наше доброе желание, которое служит во благо нашей христианской души. Поэтому не нужно с этим вопросом, я думаю, торопиться, когда человек на самом деле не готов, не подготовлен. Как я уже сказал, это будет просто формальностью, и духовной пользы в этом никогда не будет. Потому что само таинство венчания без веры, оно, так сказать, не помогает человеку жить той христианской жизнью, той семейной христианской жизнью, если человек поступает без веры, без надежды на Бога. То есть нельзя человека заставить делать то, чего он не хочет. Потому что мы, люди с вами, свободные, и этой свободой должны правильно воспользоваться, чтобы это послужило нам во благо нашей христианской души. Храни Господь! Братья и сестры, к нам пришел следующий вопрос. Практика подготовки к причастию описана во многих книгах. Необходимо поститься, а перед самим причастием вообще не вкушать пищи. Обязательно ли соблюдать все эти каноны? Насколько строго их нужно соблюдать, если ты новоначальный? Ну, если говорить вообще о подготовке к святому причастию, нет какого-то единого канона, который прописан, скажем так, на уровне устава какого-то церкви. Есть множество практик, и эти практики различаются по всей православной церкви, по всей вселенской православной церкви. Но есть, да, определенные устоявшиеся более-менее правила, более распространенные, которые включают, допустим, трехдневный пост, воздержание, прочитывание каких-то трех канонов, допустим, и последование ко святому причастию. И, естественно, воздержание с 12 ночи от пищи пяти, которое, кстати, единственное прописано в канонах церкви, что вот это воздержание, оно обязательно. Но любой пост, любая подготовка должна начинаться с мысли, а для чего я это делаю? И вот мы подготавливаемся к причастию. Что такое причастие? Это встреча с Богом, это соединение с Богом. То есть я должен подготовиться к встрече с Богом. И насколько важна эта встреча внутренне для меня, настолько и важно, опять же, какие-то внешние проявления этой важности, этой встречи. Соответственно, не для Бога нужен этот пост, а пост нужен для меня самого, чтобы показать хотя бы даже себе самому, насколько мне важна эта встреча с Богом. Поэтому любой пост, любое какое-то ограничение себя в чем-то, в каких-то радостях, в каких-то развлечениях, в еде, в той же самой, да, это опять же, как это странно ни звучало, мы делаем опять же для себя. Для своего внутреннего состояния и для того, чтобы показать, опять же, Богу, насколько мне важно получить благодать в этом таинстве. Господи, вот я оставляю те вещи, которые мне нравятся, чтобы жертвую чем-то, чтобы показать тебе, насколько мне важно, что я соединюсь с тобой в таинстве святого причастия. Но вот сам по себе мера этого поста, мера этой подготовки, конечно, в принципе, должна решаться со священником, который вас ведет. Потому что без наставника очень сложно пройти этот путь, да, он возможен. И люди за всю историю христианской церкви часто проходили без наставников этот путь, но он сложнее. Сейчас нет проблемы дойти до храма, да, написать даже на страничку храма, написать священнику, спросить, что вот я вот такой, да, вот у меня такие условия жизни, у меня такие жизненные обстоятельства, у меня такое здоровье, а как мне лучше подготовиться? И вот каждый, в зависимости от ответа на эти вопросы, священник вам может сказать, что вот мера твоя поста, можешь начать вот с такой меры поста. Если тебе сложно держать эту меру, давай посмотрим, может быть, в чем-то ты заменишь эту еду другой едой, заменишь какие-то развлечения, заменишь еще что-то. То есть решить этот вопрос именно индивидуально для себя. Мы же приходим, даже если вот занимаемся каким-то спортом, мы приходим в спортзал и спрашиваем тренера, вот я могу сделать то-то, то-то, у меня уровень подготовки такой-то, такой-то, да, с чего мне начать? Нет, нельзя тренеру выйти и сказать, что вот для всех вот у нас одинаковый уровень, да, что вот мы столько веса берем, мы столько пробегаем сотен метров, да, нет, для каждого индивидуально. Также и для постящегося человека, для подготавливающегося к святому причастию, наверное, особенно для намочального, этот уровень должен решаться со священником. И еще раз, да, хочу это повторить и сказать, что мы встречаемся с Богом. И весь этот пост, опять же, мы должны понимать, что чем лучше мы подготовимся к этой встрече, тем больше мы от этой встречи получим. Здравствуйте, нам задали следующий вопрос. У моего молодого человека день рождения выпадает на Великий пост. Он не воцерковлен, хотя к тому, что я верующий, относится спокойно. Он хочет отмечать праздник, позвать гостей. Как мне быть? Не будет ли грехом мое присутствие на празднике? Я не собираюсь пить, вкушать неразрешенную в пост пищу, но сам момент того, что все будет радоваться, поздравлять именинника, веселиться меня смущает. Ведь пост предполагает сокрушение о грехах своих и ограничениях развлечений. Действительно, во время поста мы ограничиваем свои развлечения и походы в гости. Но если в вашем случае вы избежать этого похода в гости не можете, или если вы сами являетесь участником того, что вы помогаете накрывать на стол, то смущаться здесь не нужно. Лучше вы свой пост можете потом усугубить дополнительными поклонами или тем, что вы усугубите свой пост несколько дней постить более строго, чем в обычное время. Когда мы приходим в гости, нас приглашают, мы не должны смущаться тем, что нас угощают какими-то продуктами с коровными, которые не положены во время поста. Если мы, если люди, которые нас приглашают, не знают о том, что мы поститься, мы не должны показывать себя постящимся, мы не должны тщеславиться этим. Мы должны, наоборот, приняться смирением, а придя уже к себе домой, попаститься чуть построже или сделать дополнительные поклоны. Здравствуйте. К нам поступил следующий вопрос. Знаю, что родственница покупает ворованные продукты за полцены. Иначе, говорит, не проживешь. Все дорого, а тут экономия. Это грех, сама она не ворует. Давайте разберем данный вопрос и данную ситуацию, наверное, по двум разным направлениям. В первом случае, давайте рассмотрим такой вариант, когда, если человек покупал ту или иную вещь, или продукты, или еще что иное, но он не знал, что это ворованное, тогда на нем греха не будет, как таковое. Он, правда, перед Богом, он чист перед Богом. Но если человек, а вторая ситуация, если человек знает, что это ворованные вещи, или ворованные продукты, или еще что иное, он знал об этом и все равно продолжает приобретать, даже если это в целях экономии, то тут нужно понимать, что перед Богом все равно придется нести ответственность. Ответственность за то, что ты помогаешь тому человеку, тому продавцу, который тебе продает эти продукты, или те или иные вещи. То есть ты сподвигаешь его на еще больше, сугубо, грех вот этого воровства. Он будет больше воровать. Он будет больше, значит, приобретать его нечестным трудом, чтобы продавать. Это очень, на самом деле, тяжело, это спорно. И в той же мере мы должны понимать, что человек может обмануть другого человека, да, но мы не сможем обмануть Господа Бога. И поэтому, если все-таки стараться жить честно, пускай будет что-то дороже приобретено, но будет приобретено это честным трудом, и будет приобретено чуть за большую цену, то в душе будет спокойствие и мир, и доброта. И не будет вот этого, вот этой тяжести на душе, зная, что вот я приобрела или приобрел ту или иную вещь. И теперь вот мне стыдно перед Богом за то, что я вот такой вот нехороший. Но, с другой стороны, мы не должны осуждать этих людей, кто приобретает такие вещи. И, конечно же, Господь каждого призывает ко спасению, и каждому Он не посылает свои испытания. Нам нужно только, конечно же, молиться за этих людей. И, в конечном итоге, вот в данном вопросе, если это родственница, то, конечно же, надо помолиться о ней, постараться с ней поговорить, объяснить данную ситуацию, что лучше так не сотворять, так не делать. А лучше приобретать все в магазинах продуктовых или так далее, и с миром в душе уже спокойно жить. Потому что потом все равно угрызения совести могут прийти. Вначале многие люди говорят, что да, все так делают, все воруются в этом роде. Мы в ответе за себя, каждый сам перед Богом. И когда сравнивают с другими людьми, это говорит о том, что человек уже является в духовном отношении соучастником вот этого воровства. Это один из грехов, который Господь сказал через пророка Моисея с синяйским законодательством. Десять заповедей в Ветхозаветах, одна из них вот этих заповедей гласит – не воруй. Старайся трудиться, зарабатывать. Старайся приобретать все честным трудом и делать это, на самом деле, с чистой совестью и быть примером для других. Поэтому я пожелаю, чтобы, если возникает такая ситуация спорная, все-таки постараться убедить человека, что он становится соучастником вот этого греха, этого действия. И постараться его направить на путь истины и добра. И все, что невозможно у человека, возможно у Бога. И если мы будем молиться Господу Богу, если мы будем каяться и будем жить все-таки честной жизнью, верующей жизнью и честным трудом все зарабатывать, Господь не оставит. Нам остается, конечно же, помолиться Господу Богу и попросить Его. И Он не оставляет своих и всех алчущих и жаждущих, Он напаяет и напитает. Субтитры создавал DimaTorzok